Чарльз Дарвин Добрый день! Я библиотекарь Наталья Смирнова. И сегодня я представляю вам автора, которого многие литературные критики уже числят в живых классиках. Новая книга про Зайка Романа Сенчина «Лед под ногами» впервые была опубликована в журнале «Знамя» и лишь недавно вышла отдельным томом. И все вдруг заговорили о том, что это лучший роман о преданных идеалах юности и о новом поколении ни в чем не нуждающихся людей. Итак, жил-был редактор один. Редактор рекламно-развлекательного журнала «Твой город». Он приехал в Москву из далекого северного Красноярска. Молодой, злой, с выбритыми висками, гитарой, поношенных джинсах и рваной жилетки. Жил песнями Егора Летова, Цоя и Звуков Му. Продяжничал, мечтал о славе, справедливости и ждал перемен. Тогда, в 90-е, его звали Денвером. И вот прошло 9 лет. Теперь его зовут Денис Чащин. Он работает в отделе кино, рецендирует фильмы, которые не смотрит, живет в съемной квартире на Варшавке, имеет счет в Альфа-банке, офис в центре города и ведет обычную жизнь офисного планктона. Вопрос, а зачем, он перед собой не ставит. Ему комфортно. Комфортно проснуться в выходные и задуматься, что выбрать. Пульт от телевизора, пульт от музыкального центра или компьютерную мышку. Такой благополучной картины начинается книга Романа Сенчина «Лед под ногами». И эту дилю нарушает друг, свалившийся, как снег на голову. Димыч, ровесник Чащина. Профессиональный бунтарь-анархист, задержавшийся в социальном развитии. В свои 32 приехал в столицу с теми же намерениями, что и Денвер, 9 лет назад. Создать рок-группу, которая бы возмутила общественный покой. Идеи старого друга, когда-то такие важные, теперь тяготят Дениса. И он поначалу пытается ломать себя и жить прежними идеалами, но вскоре сдается и рвет с прошлым окончательно и бесповоротно. Понимая, насколько вырос он и его друзья из прежних идей, песен, тихов, настроений и стремлений. Вообще из прежней жизни. Сенчин безжалостно показывает ярких представителей поколения 30-летних, которые еще помнят завет одного из своих кумиров «Живите не зря», но не сумели или не успели узнать, как это сделать. А может и слышали ответ, да не поняли его. Что же случилось с молодыми людьми, так любившими вольные песни Егора Лето, ВБГ и Виктора Цоя? Книга – это рассказ об обществе потребления, которая будто обволакивает своей целлулоидной пленкой каждого. Это рассказ о людях, ставших льдом под ногами других поколений и с тоской, осознающих это. Если вам до 25, обязательно прочитайте эту книгу, просто чтобы знать, кем можно стать, если жить, как все. А еще я уверена, роман будет интересен читателям, рожденным в 70-80-е годы в Советском Союзе, а выросшим уже в капиталистической России, покинувшим родные провинциальные города и стартанувшим на Большую Землю. Что ж, читайте роман Сенчина «Лед под ногами». Здравствуйте, я библиотекарь Алла Глушак. И сегодня я вас познакомлю с детским проектом Людмилы Улицкой. Людмила Улицкая, чье имя мы с вами хорошо знаем по произведениям для взрослых, таким как Казовску Коцкого, Дети Медеи, Искренний Вашурик и другим, осуществила свой детский проект. Этот проект задумывался как серия книг для детей, которых сама Улицкая собиралась написать про все на свете, что окружает человека, семью, про еду, про одежду, про ссоры, примирение, про игры, профессии, даже про рождение и смерть. А потом передумала, пригласила настоящих специалистов, к тому же и друзей, и получился вот такой результат – откровенный разговор для детей и родителей. Книжки написаны разными авторами на различные темы, и я вас сейчас с ними познакомлю. Знакомьтесь, Лариса Винник. Лариса – журналист, и для этого проекта она написала книгу «Я не виноват у преступления и наказания», о том, что в разные времена и в разных странах считалось законным, а что аморальным, и чем, собственно, преступление отличается от проступок. В каждой книжке Людмила Улицкая поместила свои небольшие очерки об авторах, ибо все они являются ее хорошими друзьями, и она их неплохо знает. Вот что она пишет о Ларисе Виннику. В детстве Лариса была очень упрямой, но хорошо воспитанной девочкой. Она старалась слушаться родителей, но больше всего на свете любила упрямиться. Однажды, например, ее наказали и поставили в фугу, а потом никак не могли заставить из него выйти. Упрямство не помешало ей закончить факультет журналистики, МГУ и работать в любимой профессии. При этом проступков она совершила немало из-за упрямства. А вот преступлений ни одного, благодаря тому, что в детстве она отлично понимала разницу между проступком и преступлением. А еще Лариса очень любит читать детективы и смотреть триллеры. А в детективах злодеи нередко оказываются весьма симпатичными и обаятельными людьми, а их вина не всегда доказуема. Поэтому она в своей книжке пытается разобраться, где же проходят границы между добром и злом, и как научиться отличать одно от другого. В каждом государстве свои законы, которые нередко кажутся нам странными. Например, в Саудовской Аравии мужчинам запрещено выгуливать собак, а в Бутане нельзя курить. Но есть законы общечеловеческие. Не убей, не укради, не лги. И вот они-то и остаются неизменными всегда и на все времена. Как воспитывать ребенка? Почему в Японии детям до 7 лет все дозволено? И каково жилось маленьким спартанцем? Как устроена тюрьма? Чем колокол заслужил порку? И что такое инквизиция? Как люди с древности и до наших дней пытались наводить порядок в обществе и наказывали привинившихся перед законом? Обо всем этом ребята и их родители узнают из книги Ларисы Винник. Следующий автор, которого я хочу представить, это Дмитрий Бавильский. И его книга «Чужое солнце». «Путешественник, странник, изгнанник». Так называется его книга для детского проекта. Все люди путешественники, даже если они путешествуют по одному городу. Человек всегда в странстве, что бы с ним ни происходило. Люди вечно куда-то идут, едут, плывут, они летят, даже сидят дома. Эта книга о том, как возникли дороги и куда они вели, как люди странствовали по ним, как принимали других странников, как помогали друг другу в пути и как возвращались домой. Людмила Улицкая написала об авторе Дмитрия Бавильском так. В начальной школе Дима стал издавать книги сам. Он сам писал, сам рисовал, а авторов брал из энциклопедии от буквы «А» до буквы «И». Других домов в доме просто не нашлось. А потом он стал коллекционировать самые маленькие страны на свете. От Ватикана до Рейхштейна. Вот мне и показалось, что лучшего автора для книги о путешествии в чужие страны, чем Дима Бавильский, мне не найти. И, по-моему, получилось очень хорошо. Читайте книгу Дмитрия Бавильского «Чужое солнце. Путешественник, странник и изгланье». Следующий автор – Ирина Ясина. Она написала для детского проекта Людмилы Улицкой книгу «Человек с человеческими возможностями». Людмила Улицкая об Ирине пишет так. «Она талантливый журналист, очень красивая и привлекательная молодая женщина. И всегда была очень спортивная. Но несколько лет назад она заболела такой тяжелой болезнью, что стала инвалидом. Теперь она передвигается в коляске и не может ни кататься на велосипеде, ни подниматься по лестнице. И даже сделать несколько шагов ей очень трудно. Любому человеку тяжело примириться с болезнью, тем более такому активному, как Ира. Она и не примирилась. Она борется. Когда Ирину попросили написать книгу об инвалидах, она сразу же согласилась. Эта книга важна не только для инвалидов, но и для здоровых людей. Чтобы они понимали, как надо ценить жизнь, как относиться к тем, кого постигло несчастье. Как важно не терять присутствие духа даже в самых сложных обстоятельствах, которые может попасть любой человек. Даже самый здоровый, самый сильный, самый красивый. Способность к состраданию. Одно из лучших человеческих качеств. Ирина желает всем нам мужества. И это прекрасное пожелание и для больных, и для здоровых. Наталья Борисова «Книга про профессии». Это книжка для детей и их родителей о том, кем работать и чем заниматься. Какие профессии были почетны в древности. Какие уважаемы сейчас. Хорошо ли работать педагогом, актером, гадалкой или кузнецом. Как вышло, что профессия ковбоя больше не существует. Что случилось бы, если бы в мире исчезли все мусорщики. Книжка про профессии о том, как менялись профессии на протяжении веков. О том, как выбирать профессию и о том, кем лучше быть – врачом, журналистом или художником. Наталья Борисова «Книга про профессии». Еще в детском проекте Людмилы Улицкой есть такие книги, как «Дух дома-дома» Анастасии Гостевой, «Всеобщая декларация прав человека» Андрея Усачева и «ВИЧ и СПИД. Что с этим делать» Константина Скрипкина. Я приглашаю всех вас прийти к нам в библиотеку на Московскую, 11 и познакомиться со всеми книгами детского проекта Людмилы Улицкой. Приятного вам знакомства. Благодарим за помощь в создании программы сотрудников Молодежного библиотечно-информационного центра. Адрес центра – улица Московская, дом 11.